Тяжба между управдомом Дзержинского района и несколькими РЭО получила судебное завершение. Высший арбитражный суд решил, что прав управдом, который больше полугода назад расторг договоры с подрядчиками, РЭО не могут претендовать на оплату услуг. Напомню, в начале февраля жители трех десятков домов оказались в запутанной ситуации. Им прислали подвиг квитанции за коммунальные услуги. Многие, не разобравшись, поспешили оплатить счета РЭО. Теперь обманутым приходится возвращать свои деньги через органы правозащиты. Близится время выставления очередных квитанций. Ситуация грозит повториться. Перефразируя пословицу, истина в воде. И если она приходит в дом, то из одного источника. А следовательно, только одна организация может иметь право поставлять в дом услуги. Она же имеет и все права на оплату. Логика проста, но, как оказалось, не всеми принимается. Арбитром в споре между правдомом и РЭО выступили сами ресурсовики. Мы разъясняли по итогам за январь, разъясняли мэр, было разъяснение департамента городского хозяйства, было разъяснение ресурсов подающих организаций о том, что на данный момент договора на поставку теплового ресурса, горячей и холодной воды имеются только с управляющей компанией, многоквартирными домами Держинского района. Напомним, в июне 2013 года управдом расторг договоры с несколькими подрядчиками по причине некачественного оказания услуг. Законность действий пришлось доказывать через суд. 24 февраля 2014 года второй арбитражный суд в городе Кирове поставил точку в этом споре. Он признал указанные договоры расторгнутыми с июня 2013 года. И собственники должны знать о том, что на сегодняшний день РЭО, указанное РЭО, не имеет никакого отношения к обслуживанию их домов ни юридически, ни фактически. Да и сами РЭО уже давно не ремонтно обслуживающие организации, а управляющие компании. Об этом должны помнить жители, получающие подозрительные квитанции, в которых порой указана ошибочная площадь квартир, количество проживающих, неверные или вовсе отсутствуют показания счетчиков. Квитки за январь от РЭО были зелеными. Цвет конкуренции может быть разным. На данный момент органы социальной защиты ориентируются на информацию, подаваемую управляющей компанией Держинского района. И соответственно все льготы, все компенсации начисляются, исходя из информации, которую передаем мы, мы ее формируем по факту платежей, поступающей в наш адрес. Уже сейчас десятки жителей обратились в следственные органы. Понимая, что ситуация запутанная и ушедшая не по назначению деньги вернуть непросто, Управдом предоставляет жителям возможность рассрочки платежа.